12 миллиардов тенге инвестируют в туристические зоны Илья-Латаусского парка в течение ближайших трех лет. Такую информацию озвучили в ходе общественных слушаний, посвященных развитию экотуризма. Начиная с 90-х годов экотуризмом никто толком не занимался. В горах возводились кафе, рестораны, гостиницы, но экотуризм это прежде всего пешие прогулки, а не пассивный отдых. Люди должны гулять, любоваться красотами, а для того, чтобы поесть и выпить, не обязательно подниматься в горы. Нужно менять отношение людей к этому виду отдыха. Напомню, в марте объявили о том, что часть территории Илья-Латаусского нацпарка передадут в пользование частной управляющей компании на 49 лет. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов подчеркивают, речь не об аренде, а только об управлении. Частникам запрещено возводить в горах бетонные конструкции и врубать деревья. Частное управление передали 35 гектаров, там планируют построить 7 информационных центров, проложить 155 километров пеших троп, 2 кемпинга, 1 этно-аул и 10 горных приютов, мини-отелей на 10-15 номеров. Везде было основное требование – это легковозводимые конструкции. Мы не применяем бетон, вообще ни грамма бетона. Мы используем только деревянные сборно-щитовые модули, которые сейчас находятся в производстве. И сразу после согласования эскизного проекта архитектуры города Алматы мы приступим не к строительству, а к установке этих модулей.